Значит, приветствую всех, пусть этот год хорошо начинается, хорошо продолжается и будет во всех отношениях радостно. Решил сесть так, чтобы у вас была ёлочка на заднем плане. Я сегодня немножко порассказываю о каких-то вещах из своего пути и о базе, то есть магии, о базовых качествах мага. Присоединяйтесь. Вот, что ж, пока нас сегодня мало, видимо, год начинается медленно. Вот, итак, значит, поговорим с вами о вообще подходе к обучению в свете личного опыта и не только. Ну, вот, если у вас получается смотреть с мобильника, то тоже хорошо, то есть я надеюсь, что у остальных нету таких проблем. Вот, да, еще раз приветствую всех. Значит, смотрите. Любое обучение, любой путь требует набора каких-то качеств, которые открывают дорогу к остальным практикам. То есть, значит, какие-то качества, которые являются ключами. Что, например, какие базовые качества, минимальные, нужны человеку, чтобы заняться баскетболом? Например. А, даже до роста. Рост это, чтобы быть хорошим баскетболистом. А чтобы заняться вообще баскетболом. Ну, руки-ноги, как минимум. Руки-ноги. То есть, если есть желание, то есть, можно, конечно, протезами обзавестись, но трудно. Трудно, да? То есть, есть, значит, хороший рассказ, такой чудесный у Бармора, когда к пьяному человеку является зеленый человечек, который говорит, что вот вы, значит, земляне, там, великая раса, потрясающая, мы там у вас все изобретения берем, значит, по космосу используем. Да какая, значит, там, вы, говорит, великая раса, говорит, человек пьяный. Мы, значит, там, вы же преодолеваете космос. Да ладно, это, говорит, там, привитивная способность. И все обладают, даже самые там неуважаемые существа в галактике. Говорит, ну, объясни, говорит, что это такое. Ну, говорят, как объяснить устрице, что такое ходить. Ну, говорит, проблема, что у землян этого нет. Ну, а если вы возить на другие планеты? Говорит, пробовали, не приживаетесь, эндемичный вид. И, значит, говорит, зато, говорит, вы великая раса, у вас культура, у нас такого нет, и я тебя уважаю, а ты меня уважаешь, это самое главное. Так вот, бывает, что достаточно сложно заниматься какими-то практиками и в них преуспевать, если у человека вообще нету базовых качеств. То есть тех базовых качеств, которые позволят этими практиками заниматься. Теперь, к счастью, все-таки существа с человеческим менталом сконфигурированы так, что неким минимальным набором базовых качеств человека без поврежденного ментала, то есть обладает, и его можно научить делать что-то интересное. Значит, в чем, собственно, идея и чем отличается подход школ с эфиротической магией от подхода некоторых других школ, хотя на самом деле, на самом деле, давайте говорить уже о правде. Вот. Есть, то есть вы знаете, что наша школа поддерживает кастовую модель. Мы говорим, что люди разные, что в силу рождения эволюционного уровня у людей есть разные качества. И для какого-то обучения эффективнее брать людей с какими-то качествами, значит, потому что их обучение будет результативнее и быстрее. Иногда говорится, что это вот отличие западных школ, значит, от восточных, а вот восточные школы там в йоге берут там типа всех и из каждого там способны кого-то сделать. Но это неправда. Если вы почитаете классические восточные тексты, индуистские, то чтобы попасть кому-то в ученики, то есть это делается по личному выбору учителя, то есть учитель может углядеть качество в ком-то. И обычно, если мы говорим про сложные там шиваистские практики, то это были практики там для хороших людей с хороших брахманских семей, вот, значит, то это были практики для, там, после долгого, значит, выбора. И обычно всегда в этих трактатах учителю говорится, что есть некая сложная физиогномика, по которому ты должен, значит, посмотреть на человека, вот, значит, по которому ты должен, то есть отобрать подходящего ученика, и тогда, значит, да, и тогда, значит, только вы отбираете. В старых трактатах по Кабале были описаны две самые секретные практики, и говорилось, что эту практику не передавай даже двум людям, а эту не передавай даже одному, если он недостаточно разумен, чтобы понять ее сам. И говорилось, там тоже было много специфических подходов, как продиагностировать ученика на наличие качества. Одну из немногих систем, куда брали всех, то есть есть системы, где, как бы, можно было, куда брали любого, это система религиозная, то есть любой человек мог прийти в буддийский, скажем, монастырь, постучаться, любой человек мог прийти, постучаться в какой-нибудь православный монастырь, ну, на деле, в православии, там, сказать, заняться исихасской практикой и получить благословение, то есть на практику, чтобы кто-нибудь там взял ученики и подвижники, было редкостью. Значит, чтобы человек стал там продвинуться в буддийских практиках, да, они брали людей всех каст, но это, опять же, было редкостью. И вот, если вы помните, скажем, там, тексты прекрасного Карлоса Кастанеды, да, то там говорилось, что в магию не может прийти просто так человек, потому что ему захотелось учиться магии, то есть они могли прийти, но если этот человек был не отмечен духом и группа не получала бы особых знаков, то есть если бы Карлос не был ведом и просто пришел бы по личной инициативе, его бы никто не взял. Но, что да, существуют школы, в принципе, можно взять любого человека и путем определенных трансформаций сделать его пригодным для занятий чем-то сложным. То есть теоретически можно обучать любого человека, но вопрос с разной эффективностью. И, то есть, хотя традиционные школы занимались кастингом, в каких-то вещах одной из самых важных параметров является, конечно же, мотивация, насколько человек готов учиться. Это все такая прямая. Так вот, чтобы заниматься практически любыми практиками в большинстве традиционных школ, всегда уделялась подготовка некой базе. То есть мы можем рассмотреть множество магических практик – демонология, заклинательство, целительство, боевая магия, предсказания, руническая, сефиротическая, шаманская традиция, вуду – все хорошо. Вопрос в том, есть ли какой-то набор минимальных качеств, ключей, который открывает дорогу, делает практика успешной, позволяет его не глючить, обходить дырки, не буксовать. То есть тех качеств, что если они есть, не поломаться, значит, по крайней мере приступить к практикам или заняться большинством существующих. Есть ли какой-то набор качеств, которые универсальны и которые являются не техникой, а именно ключом, тем, что и будет позволять заниматься в каком-то варианте чем угодно. То есть теперь смотрите, есть набор, который мы говорим необходимый, есть мы говорим набор достаточный. То есть что же будет такими первичными ключами? Это достаточно важный вопрос. Почему? Мало кому так везет, что вы сразу находите мастера и школу, где вам дают все от основ. То есть что вы вот пришли там как, то есть в какую-нибудь, не знаю, хорошую школу боевых искусств, вам там показали все передвижение, технику, тактику, психологию, специальную физическую подготовку. И вас, так сказать, может провести этот человек не просто до какого-то среднего уровня, но до высших уровней. Чаще всего так не бывает, чаще всего людям не удается, у них нет такой хорошей кармы и везения сразу найти одну школу. Иногда, кстати, это может быть и хорошо, к школе надо быть готовым. Иногда человек видит в этом некоторые пути творчества, что он ходит по разным школам, прежде чем человек может наконец-то приступить к обучению. И чаще всего человек собирает там знания, там знания, там знания, что-то получается, а это нет, а это непонятно почему. А потом человек, когда находит нормальную систему, понимает, что он потерял много времени, что здесь он глючил, здесь буксовал, здесь ему чего-то не хватало. И всегда вопрос не в том, как много сложных практик, а все хотят выучить что-то это сложные практики и считают, что если у них что-то не получается, то они не знают какую-то очень важную высшую тайну. Это тоже правда, иногда не знают вашу высшую тайну. Но иногда как раз дело в том, что они не обладают нормальной устойчивой базой. Я сплошь и лет это видел как будто людей, которые иногда занимаются каким-то фехтованием или боевыми искусствами. Вот есть представители множества единоборств, особенно это проявляется в оружии, которые учат там сложнейшие техники, очень вычурные перемещения, которые никто никогда не использует в бою. Ну они там, значит, не говорят, что это упражнения, они же хотят этим драться. Но в бою никогда не используют. Значит, и потом, когда дерутся, дерутся как раз на более примитивном уровне, и оказывается, у людей не хватает базовых качеств. Это бывает сплошь и рядом у людей, которые занимаются магией. То есть в каких-то школах люди учатся чему-то по кусочкам. То есть здесь так, если человек не одаренный, у него чаще всего не получается ничего. Если человек одаренный, то у него что-то выходит, что-то он догадывается, что-то компенсирует. А иногда бывает, что может себе навредить просто потому, что не хватает или базовых качеств, или базовых знаний. Бывает, что люди уже обладают в силу заслуг в прошлых жизнях всеми пасовыми качествами, их нужно только развивать, и таких людей учить одно удовольствие, им можно просто давать знания. Но это редкий случай, работать с одаренными сложно, и мало кто это любит. То есть за годы обучения, по поводу собственного пути могу сказать, я убедился, что всегда очень многие вещи упираются в базу. Не в высшие посвящения, не в сложные прописи, не в обладание доступом к месту силы, удивительным артефактом, а в базу. То есть без базы практика немножко ненадежна. И вот в английском языке, то есть было очень красиво, когда я начал заниматься Эльцио, очень много внимания уделяется базовому уровню. И говорится, что вот первые два уровня, они не только base, они и basement. То есть это и основа, и то, на чем строится все здание. И эти уровни не прекращаешь практиковать. Это не то, что освоил это и занимаешься всем остальным. Скорее это то качество, которое все время совершенствуется. Понятно ли, все вышеперечислено. Итак, то есть на самом деле, какие ключи, какие базовые качества мы можем выделить, которые позволяют пользоваться магией, подходить ко всему остальному. Да и не только в магии. То есть, значит, романтичные практики 19 века очень любили египетский символизм. Вообще в Европе была такая. Любили Египет, и они очень любили брать символизм сфинкса. И из сфинкса выделять там четыре стихи, они очень любили четыре. То есть там четыре ключа, четыре качества сфинкса. Значит, как некоторые вот такие четыре первоосновы. Они говорили сметь, знать, молчать и желать. В этом была своя логика. То есть за долгие годы анализа я посмотрел, что есть некоторый минимальный набор качеств, которые открывают практику. Ко всему остальному. И во многом то, насколько вы будете хороши в дальнейшей практике, будет зависеть от того, то, насколько вы хороши в этих качествах. Итак, значит, первое такое качество, которое у людей есть, это работа с вниманием. Во многом вы настолько хороши, насколько хорошо ваше внимание. Что такое внимание? По сути, смотрите, у человека поначалу обычно только и есть возможность управлять произвольным вниманием. У нас есть произвольное внимание, которое мы управляем по желанию, есть непроизвольное внимание, которое мы управляем, которое само как бы реагирует на сигналы. И вот большинство практик начинаются с управлением произвольным вниманием. То есть произвольное внимание — это концентрация, это способность удержать мысли, это способность очистить своё сознание, это способность, собственно, внимания определяется как направленное восприятие. Поэтому через управление вниманием человек учится управлять мыслью, учится направлять восприятие, учится освобождать восприятие от каких-то первичных привычек жить в физическом мире и вот этим освобождённым сознанием чего-то делать. Поэтому все практики, где мы говорим, медитация, концентрация, объединение сознания, практика немедитации, практики какого-то глубинного наблюдения, практики разборки мира и собирания его со вторым во что-то более сложное — это практики внимания. И опять же, внимание — это один из тех механизмов, которыми мы контролируем потом магические феномены. Поэтому во многом ваш успех будет зависеть от того, насколько вы хороши в разных видах внимания, насколько вы умеете управлять разными видами внимания, насколько вы умеете своё сознание очищать, насколько вы очищаете своё сознание от ненужных сигналов, чтобы сконцентрироваться на нужных. И это как бы, то есть, внимание является первым ключом. Теперь, значит ли это, что надо стать мастером медитации и мастером внимания перед тем, как приступать к магии? Да и возможно ли это? Это был вопрос. Нет. Во-первых, так у вас может уйти вся жизнь, а вы так и не станете мастером медитации. Во-вторых, работа внимания развивается в контексте задач. Вы ставите какие-то сложные задачи, в контексте этих задач ваше внимание упражняется. Поэтому нужно обладать некими начальными знаниями, начальными техниками управления вниманием. Просто что такое начальные, зависит от школы. Техники, которые одна школа сочтёт начальными, другие скажут, у нас это конец обучения. Значит, и пример. Пример, в котором будем, значит, ну вы знаете, что я много лет преподаю историческое фехтование. Вот в историческом фехтовании системы ICT, одной из базовых техник является, когда мы работаем ручным оружием, чем отпускание. То есть мы внезапно меняем хват, удар там, с двух рук на ударом одну. Это есть в исторических европейских трактатах, это есть и в японских системах. Но японские системы не нацелены на результат. Они хотят, скорее всего, чтобы люди были ориентированы на процесс, в отличие от европейских. И у них такую технику человеку разрешается применять часто или осваивать после 10, 20, 30 лет занятий. А у нас там обучают там с третьей тренировки. Поэтому используют, соответственно, лучше. Не то, что эта техника так иногда сложна. Просто то, что в каких-то вещах некоторые могут относить к вершинам, в других это дается с самого начала. Не обязательно из-за того, что эти техники сложнее. Так вот, в первую очередь, это освоение внимания. Какие базовые навыки человеку нужно развить в работе с вниманием? Наблюдательность. Плотную способность к концентрации. То есть способность, что дает способность к концентрации? Удержать внимание на объекте произвольное, выделить максимум информации из объекта. Будь то объект плотного или тонкого мира. Но смотрите, привычное внимание разделяет мир на что? На фигуру и фон. Фигура – это то, что вы воспринимаете, фон – это все остальное. Понятно, да? Обычное внимание все время скачет с фигуры на фон, с фона на фигуру. Нормальное состояние сознания от чем отличается от трансового? В трансовом есть устойчивый фокус внимания или на внутреннем, или на внешнем объекте. А обычное внимание все время смещается от одного объекта к другому. Теперь оно все время смещается, но сколько-то на объектах задерживается. Если внимание вообще не задерживается, на чем? Это особый тип внимания. Трансовый, если внимание задерживается на чем-то слишком долго, это концентрация. Но мы можем сделать так, что фигур не остается. Мы можем так сосредоточиться на мире, что все превратится в поле, в размазанный фон. То есть у нас есть внимание для объектов, обычное внимание, концентративное. Есть внимание полевое, когда мы воспринимаем мир как поле. И в этом состоянии мы лучше чувствуем энергетические сигналы. Это состояние, которое называется деконцентрация. Но прежде чем мир приявится, будет дан вам как фигура и фон, вначале сознание и органы чувств разделяют мир на сигнал и шум. Понятна разница, да? Допустим, у вас есть просто то, что вообще не воспринимается. То есть вначале мир разделился на сигнал и шум, а затем сигналы разделились на фигуры и фон. Понятно примерно разница? То есть фигура и фон – это уже наше восприятие, а разделение мира на сигнал и шум – это как бы то, что выше порога восприятия, и подпороговое, то, что вообще было отброшено. Третий вид внимания, он идет до того, как внимание разделено на сигнал и шум. Это как бы подпороговое внимание, где вы получаете очень много информации. То есть это неконцентрация, то есть их можно назвать концентрация, деконцентрация, неконцентрация. Терминология не моя, просто нету особо лучших слов в русском языке. В китайском там есть разное. Есть на самом деле десятки видов внимания, и чем больше человек практикует, тем больше у него этих видов внимания развивается. Понятно, что лучший вид развивать внимания – это через конкретные задачи. Хотите развить концентрацию в старых школах, как учили в старых школах концентрации? Стреляй из лука или фехтуй. У кого лучше внимания обычно, чем у воинов? Мало у кого. Отвлечешься – ну получишь. Хочешь развить долгую концентрацию к монотонной работе – в суфийских орденах посылали за ней, учили ткать. И так далее. Поэтому внимание начинается, оно становится ключом. И внимание продолжает ваше развиваться все время. Поэтому ученика от мастера будет во многом отличать плотность внимания, объем внимания, ширина внимания, техники управления вниманием. Кстати, в какой-то степени большая часть буддийских практик сводится к практикам управления вниманием. По сути, с этого начинается. Значит ли это, что чтобы заниматься магией, обязательно надо начинать с управления вниманием? То есть минимальное внимание должно быть, но не обязательно. Есть и другие методы. Просто внимание дает нам доступ и к контролю. Ну хотя бы чуть-чуть должно быть. То есть дает нам доступ к ряду вещей, и внимание дает нам доступ к тонкому миру. Потому что через внимание, которое, внимание сфокусированное только на физическом мире, доступ к тонкому миру не дает. Значит, разные школы уделяли разное внимание. Работе с вниманием в зависимости от того, полагала ли школа человека воспринимающим существом, как, то есть, ну, там, некоторые традиции, или делающим существом, да? То есть поэтому, то есть если вы, как бы, в зависимости от вашего описания мира, человек, воспринимающий существо, вы будете больше уделять практикам, сборкам, разборкам, управлению, восприятиям, или существу делающим. На самом деле, там это просто акценты обучения. Значит, проблема в том, что практики внимания не всегда осваиваются легко. Часто они бывают скучны. И я знаю некоторые школы магические, где у учителя по каким-то причинам бывает неплохое внимание, но ученики внимания не развивают. В результате большинство буксует на невысоком уровне из-за плохого внимания. Я знаю школы, где люди занимаются очень совершенной и сложнейшей работой с вниманием, но в ней не занимаются магией. И свои замечательные наработки с вниманием они не способны применить. Понятно? Понятно. Значит, теперь, поэтому мастер от ученика отличается плотностью внимания. И, конечно, практик от непрактика тоже отличается специфическими типами внимания. Теперь, у продвинутого человека определенного уровня, допустим, у человека четвертой касты, не обязательно внимание плотнее, чем у человека продвинутой третьей. Он просто может работать с другими видами внимания. Внимание – это еще не все. Собственно, внимание – это управление восприятием. И в магии обычно что мы учимся делать? Мы учимся делать с восприятием то, что оно делать, естественно, не умеет. Мы учимся видеть неподвижные статичные объекты как подвижные, а подвижные объекты, например, мир мысли и сновидения, умеет стабилизировать. Это про ключ внимания. Потом немножко перейду к своим дополнительным историям. Следующий ключ – это воля и намерение. Воля и намерение – это пытающийся реализоваться смысл. И существуют возможности развивать волю и намерение. То есть воля и намерение как бы как тот основной орган, которым мы управляем и сознанием, и которым мы управляем и энергией. Значит, некоторые школы начинают с развития воли. Обычно берут людей, ну, какой-то касты, но в чем некоторая особенность? Вот, предположим, развитие воли тоже любопытно, потому что человек может развивать волю и способностью воздействовать волей на мир, даже если он вообще нифига тонкий мир не чувствует. Значит, ну как, он что-то должен чувствовать? Ну, простой пример. Вас учат смотреть в гляделки. Или вас в старых школах учат смотреть в гляделки животному, так, чтобы животное там легло на землю. Или вас учат там, вот, значит, там волей преодолеть, не знаю, холод. Вот вам говорят, волей сосредоточься и сделай, чтобы тебе было жарко. Просто, так сказать, своей волей повелевай, чтобы тебе было жарко, да. Или пройди там по минному полю, там, захоти вышить, да, пожалуйста. То есть существуют школы, где вначале человека требуют действия, пока не начнет получаться. Такие методики обучения есть. Теперь, значит, поэтому в некоторых школах начинают давать ключ воли. Этим иногда злоупотребляли как раз в старых европейских школах. В европейских школах иногда возникал некоторый перекус, что были люди, у которых была очень неплохая, ну, как бы, воля. Значит, ну, они мало что чувствовали. Поэтому обычно пара маг-медиум, то есть там вот, или там гипнотизер-медиум, то есть кто-то, кто способен ввести другого в состояние, но нифига не видит. И медиум, который все видит, но не способен, как бы, волей оперировать. Это некоторый был перекос поздних западных систем. Проблема, что различные иногда вещи, которые принимались за развивающие упражнения, не знаю, там, сидеть в неудобной позе, там, стоять, чтобы человек развил волю, они дальше оказывались бесполезны в магии. Почему? Воля как способность терпеть боль, терпеть страх и уплотнять, кстати, астральное тело, это и есть преодолевать страх, и просто применять волю к физическому телу и к эмоциям, это не та воля, которая нам нужна в магии, потому что в магии нам нужна воля, которую мы можем применять не внутрь, а наружу. Воля, примененная внутрь, дает возможность управлять организмом, но воля, примененная наружу, дает возможность управлять миром. И это как бы мы говорим про второй ключ, ключ воли. Да, понятно, что мы сейчас рассматриваем ключи отдельно, но ключи отдельно обычно не действуют. Мы смотрим, то есть, и на самом деле существуют школы, где работают с намерением, то есть, ну, намерением или, говорят, волевым намерением. Ну, вот, допустим, мы берем простой вариант, да, куб Неккера или ваза Рубина. Знаете, куб, который выворачивается то в одну сторону, то в другую, да? Или ваза, где, как вы видите, то лица, то ваза. И вот вы начинаете управлять этой вазой или этим кубом, управлять тем, что вы видите. Каким органом вы этим управляете? У вас нет для этого органа, да? Вы можете играть или перефокусировкой глаз, или тренировать волевое намерение для управления неравновесной средой. Так вот, многие просто думают, что есть одна воля. Но на самом деле у воли и намерения, у него десятки параметров. Одна из наших учениц, сделая отчет по количеству параметров намерения, вот у меня есть список, там выделено 175 параметров. Надо ли на человеку, чтобы стать продвинутым, чтобы начать заниматься магией, распознавать 175 параметров намерения? Да, он такого в жизни не сможет. Этого и немногие мастера могут, да? То есть там не у всех такой талант есть. Но намерение есть множество параметров. И как управлять волей, как сделать волю из просто механизма преодоления тела, управляющим механизмом, этому там как бы всегда учились. Следующий, понятно, значит, вариант, если мы занимаемся магией, он происходит, этот ключ, сразу после того, как некая воля и восприятие есть, когда мы начали чувствовать энергию. То есть так или иначе, если у нас есть только внимание и только воля, но мы не чувствуем тонкого мира, то тут еще никакой магии особой нет. То есть она может быть, но она будет ритуальная, а человек не будет ничего чувствовать. То есть магия все-таки начнет полноценно работать, когда вы начнете ощущать, что кроме физического мира есть что-то еще. Вы начнете ощущать энергетику. И следующий ключ – это базовые действия с энергией. Базовые действия с энергией – это умение чувствовать энергию, вбирать энергию, направлять энергию, хранить энергию, вырабатывать, модулировать, придавать ей нужные качества, управлять и фокусировать ее, рассеивать, как бы делать с ней базовые манипуляции и от грубых энергий переходить к все более тонкой. И, наконец, четвертый важнейший ключ – это ключ осознания. Когда мы не только получаем способность что-то наблюдать, чем-то управлять и чувствовать, но когда мы все время осознаем, что происходит. Мы не просто получаем информацию, мы способны осознавать, помнить себя. Потому что осознание – это некоторая особая сила самосозидания. И осознание позволяет не только эффективно учиться, осознание в мире магии – это и одна из универсальных валют для обмена между разными существами. Осознание – это способ соединять разные измерения сознания воедино. Осознание – это то, почему мир определяет ваш уровень и дает доступ. Поэтому можно сказать, что эти четыре ключа являются основой к большинству практик. Ну вот подумайте, для каких практик, то есть, значит, этих ключей, которые вы знаете, где можно без них обойтись, или где эти практики недостаточны. Понятно, да? Это не все ключи, но с этими ключами вы можете заняться чем угодно. Допустим, вы хотите лечить. Что вам надо, чтобы лечить? Внимание, чтобы почувствовать, допустим, руками поле человека. Осознавать, что происходит. Волей уметь модулировать энергию и поток. Энергия, которую вы чувствуете, становится вашим инструментом, собственно, да, работать с энергией, чтобы этим управлять. Вы хотите повлиять на чьё-то сознание. Вы можете его ощутить, использовать волю, направить внимание, направить ментальную энергию. Да? Вы хотите работать с какими-то сущностями. Вам нужно создать пространство энергии, где они могут материализовываться, волю, чтобы контролировать их и себя, осознание, чтобы иметь возможность контакта, сложные виды внимания, чтобы удержать с ними контакт. То есть, по сути, качественная работа с этими практиками будет и фундаментом, и ключом ко всему остальному. Это про основу. Поэтому почти всегда, то есть, значит, проблема в том, что работа с чистыми качествами, то есть нельзя работать с волей, вниманием и осознанием, и вот просто так в отрыве от практики. То есть можно тренироваться. Вот я просто наблюдаю за мыслями, или я просто учусь концентрироваться на свече. Но это тренировка. Тренировка позволяет какие-то качества развить. То есть тренировки мы развиваем, значит, пытаемся или научиться чему-то новому, или что-то отработать, или что-то понять. Но, понятно, качества закрепляются через то, что в них живешь, и через то, что их используешь. Вот. Поэтому, то есть вот эти ключи, то есть являются основой. Чем более сложную магическую деятельность вы делаете, тем более сложные ключи вам нужны. Проблема организма, вот в чем. Организм – штука, который не дает энергию, если вы не объяснили ему, зачем вам это надо. Вот вы хотите, допустим, научиться управлять сновидением и удерживать в сновидении какой-то объект устойчивый. В чем некоторая проблема? Вам, то есть эта проблема, это будет очень непростой задача, если вы не объясните организму, что вам это надо. То есть есть простой пример, значит, допустим, что представьте себе, вам нужно контролировать кожно-гальмоническую реакцию, степень спокойствия. Представьте себе, вы просто это контролируете, и когда вы не контролируете, вас бьет током. Представьте себе, что я вот проводил опыты, то есть, и поверьте мне, как бы вот так иногда делалось в старых школах, то есть вызывалась какая-то сущность и говорила, пока ты держишь свое сознание безупречным, она тебя не тронет. И, уверяю вас, в этом состоянии все очень быстро учились там отключать там внутренний диалог и так далее. Запах мысли шекли все читали. Когда организм понимается, чем это нужно, он хорошо концентрируется. Когда нужно там выстрелить, и вам нужно четкое внимание как бы с опережением, то есть отсутствие волнения, то вы много нарабатываете. То есть эти качества позволяют приступить к практике, это как бы урабора, сцепляющий себя. Они же в практике развиваются и постоянно, чем больше они развиты, тем больше сложных практик вы можете делать, чем более сложные практики вы можете делать, тем лучше у вас получается. Теперь, значит, ну это такая общая философия. Она понятная. Какие ключи существуют кроме этого? Какие ключи существуют кроме тех четырех, что я перечислил? то есть существуют ключи более высокого порядка, но чтобы дойти до этих ключей, нужно иметь четыре базовых. Договор. Ключ договора. Удержать модель в реальности. Да. То есть договор – это ключ веры. Договор – это ключ веры, важнейший пятый ключ. Но обычно можно работать с ключами договора, то есть, значит, и это пятый ключ, да, то есть ключ договора. То есть договоры я могу, то есть это близкие ключи, да, ключ договора. Обычно, чтобы управлять договором, фиксировать модель реальности, надо уметь хорошо управлять вниманием, владеть волей, и через это рождается ключ веры. То есть ключ, какой договор мы удерживаем, он не столь простой. Это важный ключ, чтобы потом нарабатывать четыре первых, но без четырех первых тяжело приступить к ключу договора. Вот. Ключ, ключ силы. Ключ силы – это связь с миром так, что мир вас слышит. Если ваше внимание, осознание, доступа, энергия дало, что мир вас слышит, вы можете чувствовать силы мира и так далее, но это высшие ключи. Ключ смыслов – способность воспринимать чистые смыслы мира, слой чистых смыслов, субфункциональные слои сознания и работать к ним. Но чтобы получить ключ смыслов, надо пройти через ключ внимания. Понятно, да? Ключ запределья. То есть то, чего нет, творение из ничего, там, трансценденция. Существуют еще разные ключи. Ключ, наоборот, когда человек, там, ключ союзников, пожалуйста, да, то есть там, иные части нашего сознания, там, или союзники из мира духов, которые являются другими ключами к практике. Начальные ключи открывают ключи, то есть дорогу к следующим ключам. То есть бывает так, что у человека перепутаны последовательности развития, и что какие-то сложные ключи ему выдается воспринять быстрее, чем простые, и это как раз в старых школах бывал принцип гуру йоги. Человек буксует в этом, ключи ему выдается более сложные, более простые, учитель следит, чтобы он наработал. Иногда бывают люди, которые в силу своей одаренности и таланта, у них есть некие сложные ключи, но нехватка базок. И практически всегда, то есть развитие на самом деле будет успешным, если четыре базовых ключа будет без дырок. Значит, такая история. Давайте немножечко расскажу о своем пути. В силу обстоятельств рождения этого жизни и того, что мне повезло, то есть вот я достаточно рано получил первые, значит, ключи, то есть воли и энергии. И один высший ключ, а базовые ключи некоторые остальные получил уже сильно потом. И вот, значит, что это значило? Что я в достаточно раннем детстве умел просто делать какие-то вещи от рождения, посмотрев, как родной папа гипнотизирует людей, папа психиатр, тренировался, естественно, на одноклассниках, оно вполне получалось, вспомнив, как меня, папа, лечили руками, я там, сказать, пробовал на людях. Соответственно, там, поскольку было скучно на уроках музыки, там, 9 лет, то просто я уже чувствовал поле, я мог что-то делать с энергией. Значит, сокурсников как-то уже там понимал, что он влияет сознанием на объекты, поэтому, то есть, ну, ключ энергетики, там, его получил рано, показали, то есть он был там относительно, не то что врожденный, но я очень рано начал практиковать, даже до книги. То есть познакомился с одним из очень хороших мастеров, который, значит, позволил, который мне именно со мной отрабатывал некоторые ключи воли, то есть воздействие, когда вам надо там, как согреться волей энергии, там, на холоде, там, на 40-катус, на морозном футболке, ну, я там еще был достаточно маленький, то есть как воздействовать на некоторые вещи, и как бы там с ним так получилось, что удалось озвучить ключ силы, собственно, ключ связи с миром, то есть и некоторые ключ связи с некоторыми высшими вещами, опять же, он со мной работал, потому что у меня были некоторые задатки к этому, ну, и чем-то ему это было интересно. Поэтому определенные способности как-то чувствовать, ну, что-то делать с энергией, скорее, не столько чувствовать чужую энергию, я не очень хорошо чувствовал чужую энергию, я хорошо мог выпускать свою и что-то ей делать, там, создавать какие-то талисманы, влиять, там, влиять на события, как-то пытаться лечить, то есть это у меня было, ну, достаточно рано, то есть я достаточно рано получил первые ключи. Соответственно, естественно, я пытался, поскольку у меня не было ключа внимания, я, ну, достаточно там, мил, а следующих учителей встретил позже, то есть у меня не научили хорошей работе с медитацией, хорошей концентрацией, хорошим, там, значит, способом неконцентрации, хорошим тонким видом полевого внимания и видения. То есть этого у меня не было. Естественно, я всегда там неплохо себя осознавал, но некоторых сложнейших практик отслеживания своего сознания, там, всех содержаний, опять же, это редко бывает у молодых людей. Вот. Вот, Ирина, магия – это вот это вот всё. И ещё немножко больше. Ну, то есть, если ответ, то есть, то магия – это развитие сознания так, чтобы иметь возможность воспринимать и влиять на мир сознанием. То есть потенциально, как бы, путь магии – это путь превращения человека в божественное существо, где мы воздействуем на мир не физическими методами осознания. Вот я так понимаю магию. Так, как некий путь абсолютной свободы через активацию человека именно способности действовать на мир сознания. Вот, именно высшая форма эволюции. Если магия, как технически – это воздействие на мир без использования физических средств. То есть, если как метод, а как цель – это то, что я описал. Так вот, определённые, то есть, практики вот эти более сложные, у меня их тогда не было. И к чему это приводило? То есть, я там экспериментировал на людях, но я каких-то вещей не понимал. Я лечил людей, не понимая, то есть, изначально, что я делаю. То есть, ко мне там приходили люди, я там думал, а, вот у человека болезнь. Вот я представлю себе там огонь, и что этот огонь её жжёт. Я представлю себе, значит, что это там какая-нибудь, значит, вещь, она там что-то сделает. Да, то есть, вот. И я перебирал мысли формы. То есть, я тогда, значит, поскольку, ну, какое-то время, то есть, там, понятно, было много литературы, то есть, с одной стороны, мне всегда везло, я встречался с разными практиками, вот, но была масса макулатуры, где были все вот эти техники визуализации, и как эти визуализации важны, и как это важно паранормальное воображение. В общем, я практиковал на людях достаточно раннего возраста, получалось неплохо. Часто я уставал, где-то портился, но об этом ещё не знал, поскольку был молод, где-то портился сильнее, что-то у меня не получалось, полноценной работы с вероятностями у меня тогда ещё не было. И, то есть, соответственно, хотя у меня получалось там лечить людей даже от каких-то сложных и тяжёлых заболеваний, но я при этом не очень понимал, что я делаю. Следующим важным ключом, который произошёл, когда я познакомился со своими следующими учителями, было развитие внимания. И меня именно, то есть я долго учился различным практикам слушать мир, нарабатывать чувствительность, делать внимание с различными практиками внутренней тишины, делать внимание, в которых можно было, так сказать, работать со сложной тонкой фильтрацией сигналов, именно работа с третьим глазом. И следующие многие годы прошли именно не в работе с чистым намерением, а в работе с управлением тонкими режимами внимания. Значит, и, собственно, на один из людей, с которыми я тогда встретился, то есть, который очень охотно давал разным людям рекомендации по высшим техникам из серии, ну, почему ему было не жалко, то есть именно мне сказал, а ты нарабатывай видение и внимание, потому что, то есть, это будет ключевым, ключевой вещью в развитии. Я нарабатывал видение внимания, чувствительность. Поэтому тогда, то есть я даже до сих пор помню, когда приходишь, значит, там каким-то там продвинутым практик, вырежешь, вот смотри, вот я на себя наложил такую руну, что ты видишь? Человек смотрит, ну, интересно, ты себе интересно перекрыл вишут хачакру, а зачем ты это сделал? Или, а я вот делаю тут, то даю энергию. Да, ты действительно даешь энергию, но не тут-то, не оттуда и не там-то. А я сейчас вот вожу энергию по орбите, то есть вот, говорят, да, хорошо, только вводишь ты по орбите не энергию, энергию своего внимания. Плотные энергии не идут, потому что делается не так. Благо, мне тогда, значит, удалось, так сказать, довелось познакомиться с людьми, которые дали мне полноценный ключ внимания, ключ к восприятию плотных энергий. И, значит, следующими ключами после внимания были ключи осознания. Ключи осознания, которые позволяли работать с пониманием кто ты, с выстраиванием истинного я, с проникновением и получением информации из других зон. И, то есть, после этих ключей, то есть, появлялась возможность более полноценной работы с союзником. Ну, кстати, ключ работы с высшим я, как со сверхсознанием. То есть, где-то к этому времени, то есть, да, там появился ключ вероятности, как использование намерения и умения чувствовать хаос. И, то есть, это были важнейшие вещи, там, скажем, в моей практике. Потом там возник уже ключ чистых смыслов и так далее. Соответственно, некоторая проблема была в том, когда я начал преподавать, я объяснял, и мне казалось, что какие-то вещи умеют все люди. Ну, потому что всех практиков тогда вот в моем окружении учили дышать. Не было того, что человек говорили, а как ты контролируешь свое внимание, осознание, энергетику, не умея дышать? Или, значит, а как ты там будешь делать что-то? И какие-то вещи, там, что там базовая подзарядка, там, типа чаша, поднять руки к небу и подзарядиться, но когда делаешь это с 9 лет, то не приходит в голову, что кто-то это не знает. Оказалось, что целый ряд практик, которые я воспринимал как базу и базовые навыки, окопить энергию, оборвать контакт, качественно оборвать контакт, для некоторых было совсем не базой. Кто-то не чувствовал, кто-то не умел обрывать контакт и продолжал там терять, значит, обращать энергию, кто-то совершенно не умел различать из-за того, что люди не умели работать с вниманием и осознанием, происходит ли работа в их голове или вовне. И вот сгадали, это, пожалуй, проблема большинства практик, что то, что тебе кажется основным, для кого-то совсем не очевидно. То есть, когда, ну вот я много лет там занимался разными видами фехтования, что-то я делал из-за там, многих лет спаррингов, что-то мне сразу выдали. А когда потом каких-то людей учишь, внезапно понимаешь, что вот тут вот такой-то, такой-то угол, а в этом такая-то логика. Но об этой логике никогда не задумывался, потому что просто иначе все неудобно. И только когда начинаешь объяснять, то есть через обучение, понимаешь, что ты делаешь на другом уровне. И вот, собственно, вот эти ключи, они и позволяют начинающему работать со всем остальным. И уверяю вас, из моего опыта, когда люди говорят, это почему у меня здесь возникли эксцессы в практике, почему меня колбасит, почему меня нервничают, почему у меня плохо там с чем-то, значит, то это обычно ключи внимания, энергии, воли, осознания. Да, потом идет ключ чувств, например, да, правильные работы с эмоциями, но к нему уже должна быть работа ключей. Это только четыре первых ключа. Но эти ключи, пожалуй, основные. Да, то есть за ними есть и следующие. И вот, собственно, здесь сейчас, наверное, впервые буду делать такой базовый курс, в котором я уделю особое внимание этим ключам, но ключи нельзя отрабатывать вне контекста. То есть, да, мы все эти вещи, конечно, будем на курсе отрабатывать в применениях. Опять же, самое важное, пожалуй, для учеников, это понимание, что они не глючат. Да, то есть, что мы даем человеку задание, например, вылечить его собаку. И человек берет ее и вылечивает. Ему все могут сказать, а, ваше лечение, все самогнушение. Мы говорим о собаке, мы тоже нагнушали. Да, то есть, мы берем, значит, фотографию, да, и мы там эту фотографию будем сканировать. Поэтому, то есть, и потом будем там получать какие-то ответы. И каждый сможет понять, насколько работает его видение. Поэтому этот курс будет во многом практический, но и с базовой теории. Собственно, это то, чему будет посвящена ближайшая работа и очень многие люди, опять же говорю, их проблема оказывается из-за дырок в базе. Дырки в базе, они закрываются часто учениками по мере практики. Ну как, практикуешь, практикуешь, понял, что или что-то не получаю, или стало плохо, оказывается, не хватает этого качества. Идешь и нарабатываешь. Но какой-то необходимый уровень должен присутствовать изначально. Вот, собственно, это те вещи, которыми мы будем в ближайшую вечность, ну, то есть, в ближайшую вечность заниматься. Те новенькие, кто захочет прийти, и те, кто, значит, занимается какое-то время, но захочет закрыть свои дыры. Потому что бывает очень часто простая ситуация. Вот мы проводим какие-то занятия, говорим, настройтесь на фотографии. То есть, слово настройтесь на фотографию нормально для человека, который или умеет, или почувствовал хорошо, там, значит, настроился, то есть, что-то в нем настроилось на ведущего, значит, или отучился год. Как быть с человеком, который настраиваться не умеет, и который вместо фотографии настраивается всего лишь на свои представления о том, что должно быть? Как быть с теми людьми, у которых не работает хорошо слушающее внимание, а работает только воздействующее? То есть, внимание, чем отличается слушающее внимание от воздействующего? То есть, вот, представьте себе, что если я вас попрошу провести там пульсовую точку по руке, или менять что-то в руке, контролировать, есть намерение и внимание для контроля, а есть намерение и внимание, которое мы просто слушаем сигналы в руке. То есть, есть ряд людей, у которых плохое слушающее внимание и хорошее воздействующее. Есть, например, люди, которые не очень хорошо отключают внутренний диалог, но очень неплохо отключают его в контексте задачи. То есть, мне вот всегда, ну, как и многим, удавалось достичь очень глубокой концентрации при целительской работе, которую трудно было долгие годы делать вот просто так, пожелательно. А у кого-то в концентрации есть таланты. И вот, собственно, всему этому и хочется посвятить время, чтобы научить людей работу с базовыми манипуляциями с энергией. Подзарядка, слушание, подключение к плотным энергиям, экран, накопление, хранение, циркуляция, модуляция, установление контакта, обрыв контакта. Правильная работа с вниманием, когда мы понимаем, что такое сигнал, как мы фильтруем сигнал, как мы настраиваемся на объект, как мы слушаем, что такое базовое восприятие, что такое стихия в магии, какие виды восприятия существуют, что такое плотное внимание, как следить вниманием за мыслью, чтобы ее не испортить, внимание, воздействующее на ситуации, внимание их выедающее. Во многом успех зависит от базы. И вот тот, кто получил такую базу, может двигаться потом в любых практиках, когда мы говорим ему настроитесь, отстроитесь, почувствуйте, осознайте. Вот как бы с этого все и начинается. Это, собственно, то, что я хотел рассказать о некоторых ключах. Вот. Теперь, а давайте с вами еще сделаем просто несколько практик, очень простых, в котором вы сможете увидеть, как эти вещи применяются. Готовы? То есть я надеюсь, что было нескучно послушать. А теперь, как бы давайте все это превратим во что-нибудь. Значит, смотрите. Возьмите перед собой самый простой предмет. Желательно простой предмет, не сложный, не такую прекрасную чашку, как у меня. С воронами и прочей Одинской символикой. Простой предмет. Есть? Взяли? Взяли? Я попрошу вас сейчас три минуты максимально плотно сконцентрироваться на этом предмете, выделяя в нем все-все-все. Все детали, каждый миллиметр, каждый пиксель, его общую форму и каждый его участок, материал, фактуру, цвет, вес, неоднородности, все-все-все материалы. То есть представьте себе, что от того, насколько хорошо вы изучили этот предмет, зависит ваша жизнь. Что вот сейчас кто-то придет, спросит вас, а какое там пятнышко у этой предмете вот в такой-то проекции на это? А какого он веса? А какая температура у него в какой точке? Вот если вы не ответите, все, да, значит, что вот от того, насколько вы пронаблюдаете этот предмет, зависит ваша жизнь. Может быть, это первый предмет, что вы видите в жизни такой, может, последний, может, такого больше никогда не будет. Создайте у себя заинтересованность и удержите внимание на этом предмете хотя бы несколько минут, так, чтобы вы его наблюдали, наблюдали, вы не обязаны это кодировать в словах, но чтобы вы чувствовали, что внимание не истощилось. Есть? Понятно задание? Поехали. То есть минимум 4 минуты любой предмет вы должны не истощать. В нем все время должно находиться что-то новое. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 это поле. Попробуйте созерцать его, это плотное внимание. Это должно быть слушающее, изучающее внимание. Изучайте шар между ладонями так же, как вы изучали бы предмет, как если бы от этого зависела ваша жизнь. Есть? Поехали. Продолжение следует... 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 не требовали этих практик делать глубоко, и не говорили, мы вас не допустим, пока вы это не освоите. И, скорее всего, вы в начале своего пути такие вещи не делали, практики на сверхнаблюдение, там сказать, внутренних объектов. А у нас в школе их там большой арсенал. Теперь обратите внимание, если бы такие практики вам дали с самого начала, насколько какие-то вещи в вашем пути могли бы быть эффективнее. Согласны? А теперь вопрос. Пошли бы вы в школу, где вам с самого начала сказали бы, что вас будут заставлять заниматься такие вещи, и вы пошли бы в школу, где вам с самого начала сказали, у нас тут заглянание, духи, вызывание и всё такое. Большинство сегодня не идёт. Поэтому большую часть людей приходится учить в базе по принципу каши из топора. Вот мы сейчас делаем эту практику. Это честный метод. Получилось – отлично. А, не получилось – нужно ещё внимание. Делаем – отлично. Не получилось – нужно ещё вот это. И так работает большая часть магических школ в мире. Собственно, ничего в этом плохого нет. Так и говорится даже в некоторых высших трактатах различных восточных. Я читал, если у человека сразу получилась высшая практика, не надо давать ему подготовить. Вопрос, что не у всех получается. Ещё пара упражнений, чтобы вы поняли, что такое ключи. Сейчас очень простой ключ. Ищите вокруг себя все белые предметы. Все белые предметы ищите вокруг себя. Не протяжении минуты ищите все белые предметы. Спасибо. Ищите мой ребятам! Теперь ищите вокруг себя все рожицы, все, что имеют рожицы, все, что может быть похоже на глаза и рожицу, все животные предметы, все зооморфное вокруг вас, все рожицы. Попробуйте посмотреть, сколько рожиц вы насчитаете. Спасибо. Спасибо. А теперь просто вокруг себя смотрите все симпатичное, все вокруг вас только милое и симпатичное. Вот находите вокруг себя все, что милое и симпатичное, другое неинтересно. Спасибо. 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 На что похоже, отличается мир, когда нет конкретной установки поиска и когда есть? Отличается ли не только сознание, но сам мир для вас? То есть правда мир, в котором ищешь рожицы и симпатичная, отличается от мира, в котором такого не ищешь. То есть в этот момент вы собирали немножко разные миры. То есть вы концентрировались на определенных сигналах, но каждый сигнал — это определенная сила. Любая установка — это контакт с определенной силой. Это не просто концентрация. Эти концентрации — это выделение определенных сигналов из мира. А выделение определенных сигналов из мира — это и есть сборка мира. Теперь обратите внимание, осознаете ли вы всегда, какая установка сборки сейчас в вашем сознании. Какой мир вы собираете. Да, вот приятное дело с честными людьми. Тем более вы не осознаёте всегда, какой мир и на какие сигналы настроены ваше подсознание. А та сборка и установка, которая есть в сознании, этого мало. То есть у нас есть те установки на сборку, которые сидят не только в сознании. Изначальные программы сортировки мира. Чтобы почувствовать вот эти изначальные программы сортировки мира, нужно или особым образом их наблюдать, или попытаться их приостановить или делать непривычно. То, что называется неделание. Тогда они начинают проявляться. То есть, но вы понимаете, что эти программы действуют. И вот очень многие люди желают счастья, но не понимают, что их неосознанные программы сборки мира, они настроены на то, чтобы собирать и искать совсем не те сигналы, которые им нужны. Тем более большинство людей проще ищет отрицательные сигналы в фоновом режиме, потому что это режимы безопасности, чем положительные. Есть у кого-то возможность кинуть сюда эту программку, которую мы написали для всех желающих, чтобы вы могли ее потестировать? У нас есть программка, наш подарок такой к Новому году. Вот, дорогой наш один ученик Дэн ее написал. Сейчас мы ее... Вот. Секундочку, мы сейчас ее бросим. Эта программка, она как раз работает с такой установкой. Это программка, где нужно делать простую вещь. Там можно выставлять скорость, можно играть с поворотом, там бегут слова. Одни положительные, другие отрицательные. На положительные нужно кликать, отрицательные игнорировать. В принципе, человек, который играет в эту программку, особенно поставив какую-то приятную музыку, улыбаясь минут 5-10 в день, через где-то неделю увидит, что у него снизился уровень тревоги, и с ним начинает происходить больше хорошего. Если программа начинает играть скучно, то, значит, там можно делать, что некоторые слова начинают вращаться, поворачиваться, то есть вы можете вот с этим поиграть. Если человек вам скажет, что ему слишком скучно играть в эту программу для того, чтобы снизить тревогу или что-то работать с собой, то, значит, у него и нет особых проблем. У людей, у которых есть особые проблемы, то есть им не скучно, а люди, которым слишком скучно, ну, значит, пусть не жалуются. Я рекомендую играть в нее, стараясь улыбаться, слушая приятный музык. Ну, где-нибудь можно даже там сколько-то минут вы начнете видеть, как в сознании возникает установка. Довольно интересный способ, как бы просто даже осознавая, программировать видение мира. Кстати, можно, меняя наборы слов, контролировать то, на какие сигналы вы настроились. Вот рекомендую, поиграйте, но просьба, отчет о состоянии потом. Хотя бы 5 минут в день, хотя бы лучше бы 10, вот, и недельку поделаете, расскажите, что будет. На смартфоне работает хуже. Вот на компьютере работает хорошо. Вот. В принципе, там, понятная нейрология. Окей. Значит, и можно там играть. То есть интерфейс интуитивно понятен. Отзыв, пожелания по улучшению и увеселению программы принимаются. Это наш подарок ученикам к новому кругу. Хорошо. Обратите внимание, что если бы вас научили вот так отслеживать установки по сборке мира с самого начала, насколько ваш путь был бы проще. Согласны? Вот. Делали ли мы сейчас что-то сложное? Да ничуть. Давайте еще одна. Очень простая вещь. Вот. Сделаем с вами, чтобы вы просто поняли одну простую вещь про ключ воли. Вот у меня тут прекрасный наград. Секундочку. А наберите, пожалуйста, такую фразу, как кубнеккер. Это не очень трудно. Кубнеккера. Просто у всех свои разрешения. Попробуйте увидеть этот куб. То есть он старый, известный. Мы это много раз делали. Вы увидите, что этот куб все время выворачивается то на вас, то к вам. Да? Верно? Попробуйте сейчас удержать куб в одном положении хотя бы 30 секунд. И попробуйте не только удерживать куб в одном положении, а осознавать, чем вы его удерживаете, не меняя фокусировку глаз. Можете представлять, можете фокусироваться. Попробуйте поймать вот это само ощущение волевого усилия, которым вы удерживаете куб. Есть? Он будет перескакивать, а вы удерживаете. По желанию меняйте. Попытайтесь не обманывать себя и не играть перефокусировкой зрения, а удерживать его четко в одной и той же позиции. Только намерением. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . Ближе. Ближе к верхним этапам он снова становится таким же. Вы просто чувствуете вашу волю как творящую силу, а мир как пластилин из которого она лепит и собирает нужную вам реальность. Вот. Как. Поскольку воля и есть некий подарок как отголосок творящей воли. Просто у людей обычно воля реактивна. Мы говорим об активной воле. То есть воля и сознание людей действует на причину. Активная же воля не действует в результате причины, но сама порождает причину для своих действий. Впрочем, это уже сложно и относится к более высоким уровням. Обратите внимание, что те вещи, которые мы сейчас сделали, они не сложны. Но насколько они могли бы улучшить практику, если бы вы знали про это с самого начала. Вот у нас есть упражнения, помните, на семинаре, где мы ставим ладони и задача перехватить контроль над чужой ладонь, где как бы чье поле. Когда мы просто превращаем свою волю в воздействующую. Если бы можно было оставить вот какие десять упражнений я передал бы магам будущих поколений, это было бы одно из них. Собственно, вот о том, это и есть то, что такое база. Это только часть ключей, есть множество других. Я не говорил сегодня про ключи осознания, вот они достаточно изящные, интересные. То есть есть еще достаточно простые практики внимания, которые позволяют очень интересно энергетически воспринять мир. И здесь очень простая вещь. Если у вас есть эти вещи сначала, если вас научили вот этих, если вы можете не глючить, если вы управляете вниманием, то тогда ваше сознание не убежит куда угодно. Вы не испугаетесь чего-то. Вы своими же мыслеформами не наделаете себе гадости. Вы не воткнете внимание в раскачанном состоянии не в ту вероятность. Вы не будете путать реально пришедший сигнал с тем, что вам очень хотелось, чтобы пришло. Вы не будете глючить. Вас не запугает любой человек тем, что там страшными карами, которые вас постигнут, если вы не выполните все, как он вам завещал. Собственно, очень многие практики будут доступны, если вы начинаете с базы. То есть с базовых манипуляций энергии, как и везде. Плохо учить человека. Знаете, что когда-то, я помню, не столько учили азбуки по буквам, сколько учили азбуки по слогам. Это занимало намного больше времени. Так вот, что я и собираюсь сделать, это дать тем, кто захочет прийти, базу. Тем, кто захочет улучшить то, что имеет, кто чувствует дырки в базе, ее проработать. Да, понятно, что для тех учеников, которые уже опытные или которые сейчас взяли два курса, если вы возьмете этот третий, то мы всегда можем просто поговорить о каких-то скидках, чтобы всем было хорошо. И все могли эти дырки в базе закрыть, как я и обещал. Вот. И, собственно, для тех, кто хочет присоединиться к нашему пути, то это возможность изучить вещи вот без дырок. Потому что есть много людей, которые, вы видите, они пробовали разные вещи. Там они там крутились возле мастеров. У них уже есть и какие-то ключи союзников, и сложные энергетики. И, с одной стороны, эти люди что-то делают сложное. С другой стороны, видно, что они иногда нервничают. У них хватает базы в вещах простых. Что-то вчера у них получилось что-то сложное, сегодня не получается элементарное. Но все у них на это какая-то куча тревожных объяснений, почему вот у них что-то сработало или не сработало. Если не хочется быть таким, если не хочется буксовать в элементарных вещах, то база должна быть без дырок. Это, собственно, то, что я предлагаю, но главное, то есть мой подход к обучению всегда был, что обучение должно быть увлекательным. В традиционных школах не стремились, чтобы оно было увлекательным. Там считалось, что то, что человеку дают знания, это уже столь бесценно, что должен быть благодарен. Ну, я с этим согласен, но считаю, что все равно все должно быть увлекательно и в радость. Поэтому, собственно, у нас там на курсе будет много-много всяких сканирований и веселых воздействий. В результате которых все смогут понять, что у них что-то работает и как работает. Вот это то, что мы будем начинать. А для тех, кто занимается давно, это всегда возможность подумать, что интересного они могут сделать со своей базой, где в базе дырки. И даже не столько посвятить время тренировкам, но понять занятие какой деятельностью может вашу базу улучшить. Это то, что я хотел сегодня рассказать. Есть ли ко мне вопросы или пожелания? Я вроде бы с вами, можно было бы сказать, говорил не о магии. Но я говорил о том, что необходимо, чтобы хорошо к магии приступить. Как человек, не владеющий сложением и вычитанием, ему не надо браться за дифференциальное уравнение. Человек, не умеющий просто читать, ему рано осваивать скорочтение. Поэтому есть еще, конечно, простые техники. Но именно, на самом деле, ряд техник, они действительно просты. И есть ключи как качество, есть еще вопрос техник. И некоторые упражнения, они являются просто, ну считайте, ноу-хау фирмы, секретами. Поскольку беседы мы выкладываем в открытых доступах, я думаю, что они уже достаточно полезны. Ну а некоторые вещи, то есть мы оставим уже для тех, кто непосредственно захочет записываться на курс. Вот, я думаю, что вот тем, кто прослушает, рассказанного достаточно. Есть ли ко мне вопросы и пожелания? Вот, там есть ссылочка, да. Теперь, вот да, возможно, вот, значит, мы сделаем еще беседу на эту тему. У всех ли есть мой Инстаграм и Телеграм, чтобы задавать мне вопросы? Вы тут уже можете их... Вдруг кому-нибудь нужны вопросы, помощь, все такое. Ну, в принципе, с вот этого курса он и хорош, чтобы с него начать. Есть еще много курсов, мы сейчас позволяем к ним присоединиться. Просто есть курсы, которые такие, что в силу сложных практик к ним может прийти и человек, занимавшийся 10 лет, и человек, не занимавшийся ничем, и тому и другому будет интересно. А если, как бы, получить основу, вот, с которым потом вы сможете заниматься чем угодно, прийти на чакры, на теоргию, на подсознание, на, там, бессмертие тела и духа, там, на будущие курсы по работе, вот, вне тела, то, собственно, этот курс и делается для того, чтобы люди могли присоединиться потом к чему угодно. Мы очень давно не делали базового курса. Вот, собственно, этот, то есть все вышерассказанное сегодня, ранее рассказанное, этому и посвящено. То есть, как это не забавно, что проблема в том, что в наши дни очень большое количество людей сразу хотят чего-то высшее и интересное. Вот, это как сразу выйти на ринг, не владея базовой техникой. Так тоже можно, но не стоит. Небольшое количество людей говорят, а можно мы базу проработаем? Вот, да, или послушаем, там, просто даже дослушаем все бесплатные материалы. У нас есть немало бесплатных материалов, но люди плохо слушают бесплатно. Вот, я вот, пожалуй, людей, которые просто аккуратно, вот, решили прослушать базу, вот, кроме саны присутствующие, да, вот здесь, значит, сегодня, знаю очень мало. Вот, это, как бы, редкое, редкие исключения. Вот. Как я встречаюсь с людьми, которые занимаются магией 15 лет и не умеют нормально дышать? Ну, просто не учили их. А у нас в свое время там это бы учили каждого, там с тобой не разговаривали, если бы ты этим не занимался. Вот. Не то, что это все необходимо, но необходимо. Это делает путь целостным. Нет, конечно, недостаточно этим заниматься один раз в неделю. А вот. Теперь. Но. Если заниматься этим с душой раз в неделю, присутствуя и делая все, что есть на занятиях, то у человека будет результат. Мы стараемся не только давать знания, но и транслировать. А чем достаточно заниматься один раз в неделю, чтобы хорошо преуспевать? Есть вещи, которым достаточно, ну, не знаю, курсы по кулинарии слушать. Достаточно ли заниматься один раз в неделю теннисом? Достаточно ли заниматься один раз в неделю иностранным языком? Достаточно ли заниматься один раз в неделю боевыми искусствами? Это лучше, чем ничего. Результаты будут. когда не поздно начинать вот но пока воплощение не закончилось не поздно знаете у нас был такой вот были люди которые приходили в школу с нулевой чувствительностью за 40 вот не занимаясь ничем до того но сказав вот я год честно там занимаюсь всем проделываю все практики хожу на все и вот потом этих людей были замечательные результаты были люди которые приходили очень одаренными и которые у них что-то получалось легко что-то было неинтересно и которые потом наоборот бросали или тормозились развитие там где люди вот продвигались раньше то же самое бывает и боевых искусствах и прочее то есть вот работа с сознанием пока сознание работает работу с сознанием не поздно начинать как бы а по времени то есть наши занятия идут вечерние часы поэтому никогда не видел никого кому было слишком поздно я видел людей которые приступали в позднем возрасте хорошо преуспевали пока сознание ясно заниматься не поздно теперь заниматься раз в неделю чем бы то ни было ну вот я даже не знаю почти любые вещи с интересные сложные требуют заниматься в неделю ну то есть требует заниматься чем-то больше чем раз в неделю теперь но хорошие вещи здесь что из упражнений которые я дал вы не могли бы выполнять в повседневной жизни вы не могли бы идти по улице и отслеживать все предметы или установки вы не могли бы идти по улице и отслеживать как ваша воля влияет на объекты вы не могли бы идти по улице и как бы ощущать энергию каждого объекта здесь как раз все очень хорошо в том что упражнения эти не предназначены как что то что делается в отрыве от жизни это что то что мы хотим чтобы люди вплетали в жизни чтобы они иначе жили то есть потом когда вы какое-то время этим позанимаетесь с вами случается некоторая вещь как такая несгораемая сумма что нет пути назад не получится разучиться и придется потом уметь как писал щербаков вы будете ходить и вы будете чувствовать энергетику любого объекта вы уже не сможете и не чувствовать вы будете чувствовать гармоничные негармоничные места после определенного этапа любая работа сознанием все равно становится практикой но на начальных этапах то есть у нас всегда как бы занятия раз в неделю от занятия есть домашние задания домашние задания я стараюсь выдавать регулярно а для начинающих будет много практику вот ну мне кажется что любому что любой человек который хочет серьезных результатов вот понимает что надо чем-то серьезно заниматься хотя из моего опыта люди посвящавшие иногда некоторым упражнением но честно от души от 10 минут до получаса в день даже этому созерцанию энергии там и катанию шариков пока они слушают там смотрят какую-нибудь ужасную игру престолов тогда и там сказать сам себе коленку тем временем лечат уже все равно улучшали результаты тут вопрос чего вы хотите вот насколько человек хочет результатов мощных глубоких насколько быстро это уже всегда зависит от усердия а иногда бывает так что слишком много усердия тоже в начале бесполезно потому что дерево иногда не вырастет быстрее даже если растет усерднее надо дать вначале время чему-то развиться если человек хочет развиваться а не попортиться если еще вопросы я надеюсь что меня было интересно послушать и тем кто занимается давно и то есть это собственно возможность начать для тех кто только приходит или улучшить и закрыть дырки вот еще раз говорю что то что в нашей школе считается бы во первых то здесь как бы методология она проработана во вторых то есть даже то что мы касаемся и называем базой от база мы довольно быстро всегда переходим к практике и как говорил орден глава бордена на банде мы начинаем там где другие заканчивают воля как ее чувствовать я уже я сегодня немножко объясню мы чувствуем обычно не саму волю а ее действия волю нельзя чувствовать не действуя волей на что-то более это действующий агент более то не что то что можно чувствовать пассивно можно чувствуете ли когда вы ее отпустили ли когда вы активно действуете вот когда вы управляли вот этим кубом некера это была воля когда вы управляли неравновесной перцептивной средой это была воля но об этом уже подробнее будет на занятиях потом ее можно научиться чувствовать как функцию но обычно воля проявляется через действия что можно делать с энергетикой которую вывернули что значит вывернули непонятно даже не носок что такое вывернули попортили как в той истории про большого динозавра и маленького динозавра что если ты будешь за мной чопать я выверну тебя наизнанку что такое вывернули энергетику просто модуляция поля забрали в себя энергию из шарика выпустили наружу то есть абсолютно нормальная работа человек подзарядился вложил в себя энергию потом выпустил эту энергию наружу она уже модулирована другой информации все что угодно передавать информацию лечить воздействовать передавать там защитные или боевые воздействия я думаю что вы имели ввиду если ее испортили как-то это вы не вывернули энергетику вы просто забрали ее и вы то есть и выдали то есть вы забрали как бы заряд наделили его другой информации выпустили наружу с ней с этим все в порядке странный немножко термин но интересно как вы это чувствуете еще вопросы иногда по базе хорошо пройтись если вы надолго выпали из практики на какое-нибудь количество лет и хотите заново продолжать что ж следите за объявлениями если вот достаточно людей присоединяться то мы сможем запустить все это в ближайшую вечность вот всех с наступившим новым годом и если вы подпишитесь на instagram и на telegram то вы будете видеть различные новые объявления всяких чудесностях которые мы будем делать это прибудет с вами радости сила и буду рад вашим вопросам всегда если что пишите лично до свидания пусть ваш год хорошо начнется хорошо продолжается будет все лучше с каждым днем всего волшебного